Сейчас еще не могу найти, да? Вот. Ну и это самое. Потом начал за другим туда валить народ. Во-первых, я помню, Климентин Черчилль приезжал и выступал с балкона. Причем, что говорят, сериал, у меня на хаджаке, они все приезжали смотреть. Правда, ведь на лет. Выступала с балкона на английском языке, там ее переводили. И у нее нагрузили был орден Красного Знамени, ее наградили. Трудового, по-моему, я не помню, какого. Ну и многие такие были события, да. В общем, когда курс взяли, такая актива окажется. Наша школа, старое здание было занято под госпиталь, а мы занимались в здании администрации. Одна, естественно, была здание напротив нового здания горсовета, и вот там был большой балкон на втором этаже. Вот оттуда все выступающие выступали. То есть воспоминаний много, конечно, таких вот. И вот когда, значит, теперь непосредственно. У нас, когда кончилась война, стоял на улице женский автомобильный батальон. Одни женщины, ну, занимались своими перевозками. Еще долго они стояли. И вот ночью, на эти шла в два ночи, я услышал крики, стрельба. Женщины, конечно, шесть, но стреляют и так. А в городе там грохот сплошной. Мы встали, и вот все. Война кончилась. Там танцы и прочее. И такие начались гуляния. Всего ночью до утра и следующие еще несколько дней. Эти женщины, особенно они, очень были довольны, потому что их сразу увольнение из армии и так далее. Вот такое впечатление. А так уже город практически был глубокий тыл в то время, да. Войск не было. Ну, что еще вспоминается, я вам скажу, что вот первый день начала Курской битвы, вот, 5 июля, да. Ну, когда вот мы там участвовали в этих оборонительных работах, нас привлекали, значит, там, поскольку мы были все-таки подростки там по 12-13 лет, нас за черту города не увозили, туда уезжали. Но в основном это были женщины и подростки. И была большая статья в Курской правде, что оборонные работы в Курске осуществляют 300 тысяч молодых женщин и подростков. Так было написано. Я долго... А потом, если вы хотите посмотреть, я случайно 23 июля 13-го года, мне попалась газета «Союз», то есть Советско-Белорусская Союз. И там эта статья полностью воспроизведена, которую я когда читал, то еще точно там подвижен. Да, 300 тысяч женщин и подростков строили оборонительные сооружения в районе города Курска. Вот это мне тоже хорошо запомнилось. Ну, это все шансы. А как бытовая вот сторона? Что бы вот с продуктами тяжело было? Ну, я вам скажу, что если это охарактеризовать, время выкупации – это тяжелейшее время выживания, понимаете? Особенно вот 41-42 год. Почему? Ведь в Курске тоже как получилось. Вот никто, может быть, нет. Представляете? Я вот долго разбирался, почему так получилось. И только, знаете, я нашел ответ. В воспоминаниях Гудуриана. Нам, допустим, назначили вот 25-го числа августа прийти в школу и начать занятия. Мы приходим в школу, а там только завхоз и это. Пошли в облано – закрыто. В областной, в райсовет – закрыто. А потом объявляют, что началась масса эвакуации людей, кто хочет идти садись. И все. И навлохло. А потом все сидят. Была карточная система была. Ну, три дня работали там, карточки готоварили. А потом в магазине говорят, все, кончилось, хлебозавода нет, скалов нет, все, магазины закрываются. Тут там, что успели забирать, помню, день что-то было в большом количестве, знаете, крабы, да? Какого никто не брал. Все крабов скупили. Они потом, кстати, пригодились. Очень хорошо варили супы. А потом, вот, до 1 ноября город стоял, войск нет, входишь в милицию – нет. Ну, проходят отдельные группы военных, как правило, в солдатской форме, да? У одного там, может быть, винтовка, оружия нет, да? Почему-то все в солдатской форме через город. И самая главная информация поступала от беженцев. А потом, ну, говорят, что вот немцы где-то под хронотопом в Сумской области. А рядом у нас все, от Курска отделяет два района, Рыльский и Льговский, да? И дальше конотоп. Это порядка 100 километров. Ну, для военного времени чего, не значит. И вот только вот сейчас недавно у меня лежат, недавно, год назад, купил. Оказывается, вот я там пишу. Вот его же развернул Гитлер с Москвы на помощь клейству. Минская, это, киевская группировка, она клейство остановила. Он хотел их окружить под стомами, да, и конотопом. И ничего не могли сделать. И тогда Гитлер, это, Гудерян спину ударяет этому самому киевской группировке и соединяется с клейством. И вот 665 тысяч наших войск он тогда и окружил. Вот и почему. А дальше Гитлер приказал ему идти на Орел. И он на Курск, хотя близко, он не пошел. И немцы два месяца не входили. И город целый практически никому не нужен. И самое главное, вначале-то ничего люди. А потом начало же мародерство. Сразу появились любители. Вот все богатые дома по ночам, да, запирались. Но все равно, ну, как всегда, да, случаи мародерства были во все время людей. Уже боятся стали. То есть появились такие жучки, которые, как всегда, да, это время используют. Вот, ну, слава богу, так у нас все обошлось. И вот это до сих пор непонятно. И нигде не пишется. Немцы вошли 1 ноября. Вот проснулись, окно открыли. Немцы идут там, они как, идут там с цепочкой, да, с автоматами. Прошли через город и, наверное, несколько дней не говорят. А потом началась вот эта фельджармерия. Все дома. С этими гляшками такими два автоматчика. Каждый дом прочищать, проверять, кто живет. С ними ходят уже квартальные, мы его называли. Наш человек так в форме, в черной, с повязкой, да, вот, который отмечает, кто живет. Потому что немцы, главное, искали, кто спрятался, да, и нет ли там этих партизан, как я говорю. Если там щель. А щель мы все в это время засыпали специально, чтобы оттуда гранату бросают. А подвал нажал, да, подвал пришлось открыть там. Правда, темно. Хотел гранату добросить там. Этот самый. Но потом, значит, это... Там сидела моя сестра, они 16 лет, и соседка, ей тоже 16 лет. Ну, девчат спрятали. Ну, это самое, туда, значит, посвятили. Они вылезли, да. Ну, они туда. Потом посмотрели, подвал небольшой был. Ну, все, и... А там, если нет, уже... Вон там, они же не смотрят там. Кто там, значит, партизан? Вот такие были вещи. Ну, все это потом... Ну, и самое трудное, конечно, было вот это 41-42 год, потому что все взорвали. Вода, канала, это... Воды нет. А Курск, мы жили... Вы знаете, кто-то писал, как Курск? Он расположен на двух огромных холмах. Вот главный холм, вот этот, метров 300. Там, если проезжаешь, вот, движение дороги, Город там, вверху, да? Ну, ты служил там, да? А от центра города до вокзала 6 километров, потому что там тускарь и эти заливные луга огромные, да, которые на там... На километре. А поэтому идет эта... Дорога. И вот... Вот, казалось, проблема воды. Мы же и на восточном склоне этого холма, а там течет так наверняка Кура. Это вот ручеек, да? По колено перейдешь. А Булавон на реку Турск, на другое, на западной стороне, или на восточной стороне, а мы на западной, я виноват. И... А высота холма, представляете, спуститься надо склон метров, наверное, 50, еще около ста порожков. И вода течет через Казацкую Слободу, где это... В нее туда все нечистоты, все... И вот этой водой только и море под. Ну, и здесь растворили, потому что идти в хорошую воду, это надо весь город пройти, и там еще на такую высоту спуститься. И вот, как ни странно, в центре эта вода была проблема. Хорошо, когда зима пришла, снег появился. То есть вот таких проблем было, понимаете? А как немцы вели себя по отношению к жителям? Ну, как тебе вам сказать? Короче говоря, первое время, когда они прошли, или сил не было, они вошли до Нового года. Вообще вот они прошли, практически мало было немцев, но горизонт, там комендатуру их давали. И вот под Новый год только пришел, и на нашу улицу встал инженерополтонный батальон полностью эти вот. Полностью заполнил, и там СМЭ. И они так и стояли до наступления, до Нового года, до лета. Вот. А в других местах, конечно, там началась чистка, проверка документов, кого поймали сразу в каталажку, потом евреев стали сразу искать, там вешать им эти. Первое время так. И, значит, месяца два прошло, появились объявления, кто режет провода, значит, предупреждаем, если с лишатся провода, будет 10 человек расстрелянных, да? А у нас был сосед Володь Каназаров, 16 лет, он все на фронт присутствовал, он уехал туда на запад, и в это время возвращался, вернулся, и признал, что я, говорит, провода резал. Ну, ему же наши говорят, ну, ты смотри, там, а он когда жил, у него семья, коммуналки были, многодетная семья, там, женщины с четырьмя девочками, да, ты как-то там помни, но все-таки, где-то он, недели через дело, его подстрелили, он приходит раненый. Ну, мы там его, как могли, укрывали, а он жил в своей квартире, где родители уехали. Ну, и мы на семьях, если прожил, там ему помогали, ну, нашелся, стукачил, внизу жил сосед, бывший пожарник, ступен такой, он сообщил, мы в один раз не прошибаемся, и это Иландской, хорошо девчата у кого-то были подруг, вот поэтому эти девчата, мы всех, мать ее, он исчезли, так и, ну, потом вот, это, места позабрала, и расстреляла. А потом, правда, наши привесили этого, пришли этого, повесили сразу. Все соседи знали, тоже казнили. Так что, такие случаи были, конечно. Атака, особенно, да, было вот такое время, вот первое время, никто, ведь ничего, не рынки, фронт рядом был, 20 километров остановился, поскольку все время канонада, вот такой случай, который интересный, может быть, вы не знаете, что особенно нас допекало, особенно в ночи, вот до декабря, наши ночные ведьмы. Вот представляете, ложишься спать, вот так, боюсь, я подростком был, и начинается, летает, да, потом, выключает мотор, планирует, для экономии, да, и так часа два. Ну, в основном, то так вроде и хорошо, но и неприятно. Видно, что-то они выискивают, а у нас, я жрел рядом с горой Великоматом, огромное здание, но что-то так они, я думаю, хоть сюда что-ли бросят бомбу, там, правда, немцы тоже какие-то, они эти здания не занимали, они занимали здания частные, а там солдат сажали, и вот она летает, и потом, один раз бросил бомбу в нашем районе, где-то, дома три от этого, Великомата жила, старушка, у нее такой хороший дом был, она бывшая, директор школы, у нее был хороший частный дом, и она содержала целый козлятник, шуйк всем коз, вот эта бомба туда, вот этот козлятник уходила, старушка тоже там контузила, и она потом умерла, ну, вот так было, вот одну бомбу сбросили, и все, а потом она летает, летает, вот месяца два летали, потом прекратили, в немцах тоже почему-то, в основном все за тем, главное следили за, чтобы темно было, да, если свет зажжешь, то, не дай бог, расстреляют сразу, вот такие случаи были, то есть, были такие своеобразные, странные случаи, которые трудно объяснить, вот такие воспоминания, ну, конечно, самое главное, вот это, когда уже, вот, 43-й год стал, керстьяне потихоньку стали, во-вторых, еще и второе, деньги устали ничто, и если что-то, можно стать только за баржа, да, только за обмен, ближайшие все села, в села, уже были опустошены, потому что город большой, курс, в дальние села не дойдешь, а потом нужен какой-то транспорт, его нет, ну, у кого там были тележки, санки, мужики были там, а вот, допустим, у меня, допустим, братчику было, он 4 года, да, он был с 38-го года, который погиб-то, и кормить нечем, вот, и вот, главное, что спасал, это огороды ближайшие, брошенные, ну, картошку сразу выкопали, а потом остался, так называемый, буряк, кормовая стекла, вот такого размера, знаете, розового цвета, сваришь, она черная, ну, надо, женщины научить, и второе, что спасало, за нами, мы жили, зад упирался в курскую кондитерскую фабрику, это огромное предприятие, вот ее взорвали, она горела, ну, и мы там, пацаны, знали все, во-первых, первое, что нашли, склад сахара сгоревший, он оплавился, примержал землей, вот такие куски сахара вырубали, да, женщину как-то, перерабатывали, ну, короче говоря, из этой массы земли, сгоревшего сахара, получался вполне приятный напиток, да, второе мы открыли, сгорели, значит, упаковочный цех, там лежали упаковки конфет, с названием, там, дюшес, мандарит, барбарист, и так далее, и он обгорел, топить было нечего, бумага, что, обгорает, а дальше пакет остается, так вот мы притаскивали эти пакеты, раскрываешь, а там почему-то конфеты, кусками, и вот такого пакета, несколько конфет соберешь, почему там они оказываются, неизвестно, вроде пакет не распакованного, лежит, это, не упакованный, там, дюшес, там, это, барбарит, вот такие, доставали вот такую пищу, пользовались, и было, можно было выживать, а, и долго, вот почти до весны кормили, а весна пришла, все огороды, чернозем, что, причем сажать было нечего, ну, рядом немецкие госпитали, они картошку там резали, вот такой толщины, да, и это, с голоском сажаешь, вырастает, вот такая картошка, на черноземье, и уже, значит, к осени, у всех была картошка, вот у нас был небольшой двор, там, по-моему, грядок пять, не, шем грядок, там, из них пять картошек, так мы по три мешка картошки собираем, остальное там зелень, да, и уже можно было жить, потом крестьяне стали приезжать, летом, но самое главное, вот что, мне запомнилось, это наступление на Воронеж, вот, мы не поняли, началась вот весна 42-го года, и немецкие танки прут, вот, с Орла на юг, причем непрерывно идут, днем и ночем, понимаете, только потом, я так, что это вот, ну, сейчас борьба, такая операция, они перебрали, причем шли несколько недель, и днем, и ночью, но ночью, больше днем, одними частями, а в это же время, венгрии и румыны шли на Воронеж, ну, курс, странный город, в нем, в центре сходятся дороги, с Киева, да, на Воронеж, да, и в самом центре, и что немцы придумали, они поставили вот такой воздушный мост, да, прямо в центре Корна, они поставили на почтовой улице, не прямо там вот на площади, а на почтовой улице, в Венгрии сначала шли, на Венгрии как, лошадь, они все на лошадях, два этих, солдат или ундера, там лежит мешок, там лежит оружие, или полевоты, и вот, день и ночь идут, венгрии идут, через этот мост, на Борович, да, а немцы, видно, шли на юг, вот так вот, наверное, недели две шли, и вот наш этот, инженерный батальон, тоже ушел, видно, на мост на данном возводе, читали, после этого, там уже никто не стоял, вот такие были сооружения, понимаете, причем, довольно быстро, у них такая организация есть, тот называется, тот, строительная организация, военная, они в такой, в коричневой форме ходили, причем, там очень много, не просто солдаты есть, а есть просто в форме, ну, поляки, там, чехи и так далее, вот они собирали вот эти сооружения, причем быстро, вот так, за несколько дней, потом, потом разобрали тоже, а мы все ребята ходили гладить там, странно, вдруг посреди города стоит мост, причем, такой красивый мост там, из огорода готовых деталей, ну, такие были случаи, а так, в целом, конечно, что надо сказать, что отношение было жестокое, допустим, вот, зима, холодно, да, вышел, у меня были хорошие, теплые, валенки, нога большая, и я говорю, идет солдат, а немцы сказали, сдать его, чисто, идет солдат, подходит, померил, угу, ап, у головы нет, он, раз, я на спину упал, да, он ногу поставил на грудь, снял, валенки пошел, вся, я так пришел домой, шарфы снимали, вот, видите, шарфы, потому что, когда сдать, значит, всем надо сдать, не сдать, значит, поэтому, а если в дом зашли, там увидят полушубок, или валенки, или что-то теплое, сразу все забирает, пользу немецкой армии, то есть такие случаи, причем это уже было без всяких объяснений. И заключительный вопрос, вы, как живой истории свидетель, есть ли какое-нибудь пожелание молодым поколениям? Можете что-нибудь сказать им? Ну, что я вам скажу для молодых поколений? Конечно, я думаю, что надо сохранять все-таки наши, вот, российские ценности. Я должен сказать, вот, несмотря на трудную обстановку, вот, оккупация, да, очень дружные были люди. Понимаете, вот, мы там были, вот, три, два раз сходились, и нас там было сколько? Человек семь ребят, там еще четыре девочки было. Ну, голодное время, особенно вот эта весна. Вот кто, вот, допустим, мать моя там, достанет, там, кочейный капуст. Сварит, так называют, ленивые щи, там, там, сразу всем. Так же соседка. И вот детей прямо, вот, понимаете, вот, и, ну, друг друга, так сказать, короче, исключительно поддерживали. Теперь вот, когда началось, мародерство, все, ну, у нас были такие, обычные доманы. Ну, в соседнем доме был дядя Паша. Он был, ему было лет 50, но он был освобожденный. Извините, мужик у нас там был. Что-то у него было, не знаю, или геморрой, но он еле-еле лишь отходил вот так. Ну, такой был мужик крепкий, шофер сам, по специальности. И мы договорились, вот там, если что, бьешь там, взлетаешь на чердак, бьешь по крыше, да, сразу приходит там, потому что так выходить опасно. По крыше постучишь там, а крыша такая гремит, да, То есть, люди исключительно были дружны. Вот это помогало выживать. У кого что есть там, если что-то случилось там, последний отдашь. Так что, это очень помогало. Люди были очень дружные. Может быть, вот там иногда, это как-то чем-то советское...